профессора Сапелкина Сергея Викторовича, который как раз из клиники Анатолия Владимировича Покровского, из института Вишневского, клиника, с которой мы очень много, очень давно и хорошо сотрудничаем. И сегодня мы поговорим о патологии вен, потому что тромбоэмболия начинается все-таки с венозной патологии. На венозной патологии ее очень много, и терапевты про нее мало знают. Я вас, Сергей Викторович, приглашаю выйти в эфир, потому что я вас уже объявил, а я вас не вижу пока. Вот. Питцы уже, да? Вот теперь вижу. Все, я вас приветствую. А я, с вашего позволения, выключаюсь и потом уже подключусь позже. Хорошо. Спасибо, Павел Андреевич, за представление и, самое главное, за возможность поучаствовать в рабочей вашего форума. Оно, на мой взгляд, казалось московским городским обществом-терапевтом, но сейчас, увидев географию, я понял, что надо наименование точно менять, потому что здесь и Киргизия, и Казахстан, и Белоруссия, все регионы обширной нашей Российской Федерации. Ну, и это касательно географии. Ну, а самое главное, конечно, это название, вы сами видите, да, пациент с венозной патологией, вроде бы хирургической патологией, причем здесь терапевты, но это не крик о помощи, да, это... Сергей Викторович, я все-таки не могу не пропустить ваш политический заход, чтобы Киргизия с Белоруссией стали регионами Российской Федерации. Нет, и другие регионы Российской Федерации, конечно, поэтому многонациональность сегодняшнего предприятия, ну, перечеркивает немножко название вашего московского городского общества-терапевта, об этом я хотел сказать. Ну, а самое главное, что терапевты, да, чем они могут помочь пациентам с патологией вен? Вроде бы хирурги этим должны заниматься, но не совсем это так, и вот сегодняшний мой посыл, наверное, к тому, чтобы мы вместе с вами сотрудничали на благо пациентов именно с такой патологией. Я представляю Институт хирургии Вишневского, то отделение, которое возглавлял Антонович Покровский, и, соответственно, мы также занимаемся проблемами вместе с Первой Градской больницей кафедры Виктора Сергеевича Савельева на одном и том же уровне. И, соответственно, вот ту патологию, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, это хронические заболевания вен, это симптомы комплекс, которые включают в себя различные нюансы и патологические изменения со стороны венозной системы. Здесь вы видите и варикозную болезнь, и с небольшими венками, и с трофическими расстройствами, и посттравматическую болезнь, и врожденные заболевания венозной системы, которые называются флебодисплазией, венозной дисплазией, мальформацией. И даже мы вскользь поговорим о флебопатии, то есть функциональной венозной недостаточности, там, где присутствуют жалобы, а внешних проявлений нет. И, соответственно, такие пациенты могут появляться где, в первую очередь, на приеме у терапевтов. И, соответственно, терапевт уже таким пациентам, даже без хирурга, может дать минимальные рекомендации и, соответственно, начать правильное действие в плане установки полноценного диагноза и исключения всех, может быть, патологических изменений со стороны венозной системы. Ну, а сам, конечно, диагноз хронические заболевания вен – это обширная такая патология, которая, как вы понимаете, включает в себя различные нозологические формы. Ну, и в этом ключе сразу возникает вопрос, будут ли в таком случае терапевты лечить хронические заболевания вен. Ну, у нас есть чат, он функционирует, люди активно пишут, поэтому я тоже думаю, что могу им воспользоваться и дам вот такие варианты ответа. Ни в коем случае назначим таблетки, отправим к хирургу, назначим компрессию таблетки, отправим к хирургу. Ну, и такой вариант, некоторые варианты хронические заболевания вен – терапевты, ну, подготовленные, готовые вести пациентов, готовые не пугаться трудностей, готовые вести самостоятельно. Ну, вот такая вот запарка небольшая в начале моего сообщения присутствует. Ну, интересно просто, какие ответы будут у врачей А, Б, В, Г, да, и, соответственно, в конце мы немножко можем и проанализировать. Ну, а переходим уже к хроническим заболевания вены. Я уже сказал, что это симптомы комплекс, и основными особенностями является чрезвычайная распространенность подобных заболеваний. До 75% в общей популяции, ну, включая самые разнообразные формы, там, от сосудистых звездочек и кончая трофическими расстройствами. Ну, если, наверное, брать по аналогии, как Павел Андреевич сказал, самых главных заболеваний терапевтических, ну, условно, если в терапии можно считать это респираторное заболевание, да, то у нас в хирургии хронические заболевания вены вот по такой же распространенности является самой значимой патологией. И с ней знакомы не только сердечно-сосудистые хирурги, но и выделившиеся из сердечно-сосудистой хирургии и общей хирургии флебологи, и все общие хирурги, они тоже занимаются проблемами ХЗВ. Потому что широкий спектр клинических вариантов, не за все варианты даже берутся общие хирурги, да, они отправляют часть к сердечно-сосудистым хирургам. Но посмотрите следующую цифру, показания к хирургическому лечению, они возникают только у 10-12% пациентов. Большую часть пациентов нам приходится, мы вынуждены вести как консервативно, а это помощь врачей общей практики, врачей терапевтического профиля. И самое главное лечение, мы должны понимать, что рекомендации по образу жизни. Мы будем говорить, да, чуть-чуть о таблетках, мы будем говорить по компрессии, по образу жизни, но образ жизни здесь играет главенствующую роль. Будем немножко затрагивать хирургические показания к вмешательствам, показания к хирургическому вмешательству на образ жизни, это наиважнейшее значение. Ну и, как мы видим, огромная составляющая в лечебной программе, консервативные мероприятия, опять же, компрессия и фармакотерапия наряду с коррекцией образа жизни. И не забываем о том, что даже при большом количестве хирургов, вот с учетом огромной хронизации проблемы, даже оперированные пациенты не являются полностью выздоровеющими о хронических заболеваниях вен, они все равно требуют наблюдения дальнейшего ведения, и хирурги не успевают всю эту проблему за собой решить. Ну, напоминаем об основных факторах риска развития заболеваний вен. Естественно, наследственная беременность, заместительная гормональная терапия, различные избыточные физические нагрузки, избыточный вес, авиаперелеты, нарушение свертывающей системы крови, плоскостопие. И, как видите, вот часть из этих факторов риска можно решить путем правильного внедрения режима, который мы переносим на пациента по ликвидации, устранению этих факторов риска. А в патогенезе мы должны понимать, что генетическая предрасположенность лежит где-то наверху. По патриологическим механизмам у нас развивается динамическая венозная гипертензия, условно это венозный застой, застой крови в дистальных отделах венозного русла. Есть данные о том, что варикозную болезнь провоцируют так называемые венозные воспаления, но это отдельная тема, но принимаем это как факт. То есть трансформация вены, которая подвержена динамической венозной гипертензии, проходит через воспаление венозной стенки, и вена в результате трансформируется в варикозную, она расширяется. Это расширение вены ведет в том числе и повреждению клапанов, и самой венозной стенки в результате венозного воспаления, и у нас появляется клиническая симптоматика. Чувство боли, тяжести, дискомфорта, которые должны быть в этой ситуации веноспецифическими. То есть они должны возникать в результате избыточных физических нагрузок, усиливаться к концу рабочего дня. И, соответственно, мы должны отличить, терапевты должны это сделать у других симптомов, которые, например, связаны с артрозом, с миофасциитом, с сердечными отеками. И эти клинические симптомы с прогрессированием самого заболевания, с прогрессированием хронической венозной недостаточности и хронических заболеваний вен также прогрессируют. С учетом вот такого хронического процесса, который происходит в самой венозной стенке. Стратегические позиции при лечении хронических заболеваний вен, они предусматривают, как я уже сказал, рекомендации для всех и рекомендации для части пациентов. Ну, для части пациентов, как я уже сказал, это хирургическое лечение 10-12%. Когда оно выполняется? При наличии рефлюкса, патологического сброса крови, который выявляется при ультразвуковом дуплексном сканировании. То есть мы видим, направление кровотока меняется, это поддерживает венозную гипертензию, и хирурги только устраняют вот эти гемодинамические нарушения. Склеротерапия используется в дополнении к хирургии, ну, для решения устранения притоков, например, или для эстетики, для мелких каких-то внутрисосудистых звездочек, внутрисосудистых вен. И самое главное, что консервативное лечение хронических заболеваний вен, включающиеся коррекцию образа жизни, компрессию, фармакотерапия, ну, и в какой-то степени местные средства, назначаются, ну, практически всем пациентам. И здесь, опять же, врачи, терапевты, вот основные позиции, на мой взгляд, могут усвоить и в своей клинической практике могут применять. И на дальнейших клинических примерах я постараюсь продемонстрировать, что это, в принципе, не так сложно и для них. Коррекция образа жизни, как я уже сказал, вот исходя из тех факторов риска, которые мы должны с вами устранить, на которые мы с вами должны повлиять, включают, естественно, физическую активность, устранение статических нагрузок, активное занятие, направленное на тренировку мышечной венозной помпы голени, потому что это, ну, основной насос, который прокачивает кровь по венозной системе. Улучшение венозного дренажа достигается за счет постурального дренажа, то есть возвышенное положение конечности. Иногда даже пациент, например, с венозными отеками, с трофической язвой, при госпитализации в стационар, ну, а сейчас редко все-таки происходит госпитализация по этому направлению, да, хирургическому, больше пациентов все-таки с терапевтическими проблемами, в хирургическое отделение пациент поступит, если ему планируется хирургическое вмешательство уже, а вот при наличии, например, венозной недостаточности, если он вдруг поступает в стационар и условно 2-3 недели находится по стандарту МС на консервативном лечении, то у него положительная динамика достигается даже за счет того, что он лежит в большую степень времени в этой ситуации. Опять же, разгрузочная гимнастика, диета, борьба с избыточной массой тела – это общепрефилактические мероприятия, которые для больных наших с венозной недостаточности, хроническими заболеваниями вен, имеют первостепенное значение. Кратко рассказав о такой патофизиологии, о тех клинических жалобах, которые есть у пациента, вот я такой алгоритм условно привел, где мы можем сказать, на каком этапе у нас может подключиться к лечению пациента, например, терапевт или там, где место хирурга. Да, пациент с хроническими заболеваниями вен приходит на прием к любому из нас. Естественно, во главе угла у нас оценка клинической картины, она производится по веноспецифическим жалобам. Внешний вид, соответственно, отеки, наличие варикозных расширенных вен, трофические расстройства и оценка веноспецифических жалоб. Я уже сказал, что веноспецифические жалобы должны появляться, усиливаться к концу рабочего дня, проходить после ночного отдыха, быть, может быть, связанным с воздействием тепла. И если эти внешние проявления присутствуют, то мы должны, естественно, выполнять уже ультразаковое исследование, дуплексное сканирование, и там можно подключить хирурга, который будет решать, нужна операция, не нужна операция. После операции консервативная терапия, включающая в себя фармакотерапию, компрессию, местные средства. А вот если веноспецифические жалобы условно присутствуют, а внешних проявлений вроде бы нет, вот она, функциональная венозная недостаточность уже, мы можем сделать дуплексное сканирование, и, соответственно, мы можем убедиться в том, что там каких-то грубых изменений клапанного аппарата нет. И, соответственно, это говорит о том, что у нас есть функциональная венозная недостаточность, то есть чувство тяжести, отечность, дискомфорта, к концу рабочего дня. Мы отработали тяжелый рабочий день в поликлинике. Естественно, к концу рабочего дня вы можете иметь функциональную венозную недостаточность. И, соответственно, консервативная терапия в этой ситуации может быть рекомендована. Но если вдруг найдется какая-то патология со стороны клапанного аппарата, то там хирурги, ну, наверное, надо будет хирургу показать и, соответственно, также решить вопрос, надо ли не надо как-то вмешиваться. Но, скорее всего, опять все выйдет в консервативную терапию. Видите, достаточно большой раздел вот этого алгоритма. Он посвящен включению в него вполне органично терапевта и, соответственно, проведению консервативной терапии. А хирурги, они такие люди не слишком заинтересованы в консервативной терапии. Вот если нет для них субстрата для хирургического вмешательства, ну, они могут, в кавычках, чуть-чуть потерять интерес к этому пациенту, переключиться на других пациентов там, где необходимо этим вмешательством проводить. То есть хирурги, они занятые люди, их не так много, да, в поликлиниках становится все меньше и меньше. Они сконцентрированы на хирургическом пациенте, они не любят излишне коморбидных пациентов, да, пациент с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, проблемы при проведении, при подготовке к операции, они также тормозят немножко в этой ситуации и перебрасывают условно акценты на консервативное ведение пациентов. И хирурги, они по своему образу жизни ориентированы на быстрые результаты, а хронические заболевания вен, ну, такой возможности иногда не дают. Поэтому для пациента с хроническими заболеваниями вен, на мой взгляд, врач-терапевт очень-очень даже и нужен. А для врача-терапевта базовое знание по хроническим заболеваниям вен, я тоже, думаю, не помешает. Наши пациенты, они также должны понимать, что наша операция, если мы вдруг проводим ее, она не является профилактикой тромбоза глубоких вен. Эта операция направлена на устранение венозных рефлюксов и на улучшение качества жизни пациентов. Хронические заболевания вен в силу своей хронизации, это хроническое заболевание, и вопрос о рецидивах, прогрессировании стоит открыто. И, соответственно, мы говорим о том, что хирургии здесь уже не всесильно, а операция – это только этап в комплексном, длительном, многоэтапном таком лечении пациентов с хроническим заболеванием вен. Субъективные веноспецифические жалобы, даже после нашей операции, прекрасно проведенной, могут полностью не исчезнуть. Все равно вопросы консервативного лечения и остаются. И объективные симптомы хронических заболеваний вен, это, в первую очередь, отек и трофические нарушения, могут не регрессировать или регрессировать не до конца. И, соответственно, также вопрос стоит о продолжении, пролонгации подобной консервативной терапии. Ну и вот этот тезис, который мы должны с вами усвоить, что единственным патогенетическим методом лечения хронических заболеваний вен в этой ситуации является компрессия. О фармакотерапии чуть позже будет сказано, но с учетом патогенеза, хронических заболеваний вен, о том, что я говорил, что в патофизиологии имеет значение вот эта динамическая венозная гипертензия, перегрузка венозного русла. Вот эту перегрузку венозного русла мы можем с вами устранить или устранением гравитации, что сделать на планете Земля крайне сложно, или путем воздействия на нашу венозную систему избыточного давления извне, а это компрессии. Вот видите, различные варианты компрессии, начиная от античных времен, где легионеры использовали вот такие даже подкладки, пытаясь уменьшить проявление венозного застоя при длительных переходах, и различные варианты обеспечения компрессии при лимфатических отеках, при венозных трофических язвах, при проведении склеротерапии, при хирургических вмешательствах, и все это один и тот же метод компрессии. В средние века, вот видите, время искусства возрождения, все было вроде бы прекрасно, мы начинали изучать анатомию человеческого тела, познавать многое прекрасное в искусстве, но в то время искусство развивалось, но искусство компрессии, оно было абсолютно непознано, да, и, соответственно, вот вопросы об ампутации у таких пациенток, да, с трофическими венозными язвами, наверное, в средние века могли встать из-за того, что, ну, заживить венозную трофическую язву, не зная о том, что главный метод лечения – компрессия, ну, наши предки не могли догадаться. И, соответственно, в наше время мы уже получаем в руки такой достаточно серьезный инструмент, значимый, работающий, если правильно его применять, как компрессионное лечение, которое может быть реализовано или с использованием компрессионных бандажей, да, которые я это продемонстрировал, или с использованием более удобного компрессионного трикотажа, то есть компрессионный трикотаж пришел к нам из 20 века, но он стал в нашем 21 веке основой проведения компрессионной терапии с учетом того, что он практически покрывает все наши с вами задачи. Он бывает у нас и профилактический, и лечебный. Профилактический трикотаж, как мы видим, обеспечивает 10-15 мм тутного столба, лечебно делится по классам, первый, второй, третий, четвертый класс компрессии, обеспечивая давление в той или иной степени, которое показано на данном слайде. И для нас с вами, для врачей и терапевтов, будут интересные и значимые использования профилактического трикотажа, 10-15 мм тутного столба, и первый класс компрессии из лечебного трикотажа. Почему? Потому что именно эти типы компрессионного трикотажа возможно применение даже без врачебной рекомендации. Потому что, например, при функциональной венозной недостаточности, о которой мы с вами говорили, вот эти типы компрессионного трикотажа могут назначаться даже без врачебной рекомендации. И даже здоровым лицам, которые, опять же, имеют избыточные статические нагрузки, можно спокойно назначать данные виды компрессионного лечения. Второй класс компрессии, он назначается уже при варикозной болезни. Ну, здесь уже вы можете, в принципе, назначить. Но, наверное, это требует, наверное, более полной оценки венозного русла, проведения дуплексного сканирования более полноценно. Хотя и в этой ситуации мы ничем не рискуем, видя картину варикозной болезни, назначения медокомпрессионного трикотажа второго класса врачом-терапевтом, если он это захочет. Но вот профилактический трикотаж и первый класс лечебного трикотажа, еще раз говорю, никаких проблем при их назначении не возникает. Это, наоборот, положительное действие. Опять же, на клинических примерах вы чуть дальше это увидите. Главные свойства компрессионного трикотажа, которые мы с вами должны понимать, что это эластичность, да, то есть мы его должны снимать, одевать, и распределение компрессии. В какой-то степени вот создание подобного изделия с компрессионным давлением, оно было реализовано за счет технологических таких линий, которые позволили создать удобное, комфортное и в то же время лечебное изделие. То есть за счет воздействия компрессии, за счет внешнего давления на мышцы голени, на мягкие ткани голени, мы достигаем, что уменьшение диаметра поверхностных и глубоких вен, а за счет этого, по законам физики, да, при уменьшении диаметра вен, ускорение кровотока. Уменьшаем диаметр вены в два раза, кровоток ускоряется в пять раз. Ускорение кровотока – это снижение вероятности тромбообразования, то есть во всех программах профилактики венозных тромболических осложнений наряду с использованием антигагулянтов в настоящее время используются возможности компрессионной терапии, и они реализуются в первую очередь за счет компрессионного трикотажа. Удобный, комфортный, эластический трикотаж – это основа профилактических мероприятий с целью профилактики венозных тромболических осложнений. А градуированность компрессии, которая создается при компрессионном лечении, она связана с тем, что в дистальных отделах конечности создается максимальное давление, которое мы считаем за 100%, это охрузность в области лодыжки, и постепенно коленному суставу оно уменьшается до 70%, а на бедре, если речь идет о челке, оно является уже заявленным как 40% от дистального отдела конечности. То есть физиологическая распределенная компрессия обеспечивает возможность беспрепятственного поступления крови по магистральным сосудам, при этом максимальное давление оказывается в дистальных отделах конечности, где именно более выражена вот эта венозная гипертензия, венозный застой, и с уменьшением паховой области давление извне со стороны компрессионного изделия постепенно уменьшается, что не препятствует движению крови по магистральным сосудам. Градуированность компрессии – это основное свойство компрессионных изделий. Медицинские компрессионные изделия всегда должны быть градуированными, обеспечивая такое действие. Ну а по своему клиническому эффекту, вы видите, они могут быть и противоварикозными, с использованием на нижних конечностях, в зависимости от класса компрессии, как я уже сказал. Есть компрессионные изделия для борьбы с постмастертомическим отеком, отеками верхних конечностей, противоотечные рукава. Вот первый класс компрессии, он близок к так называемому противоэмболическому трикотажу, то есть специальные компрессионные изделия, которые создаются для использования в стационарах. Опять же, в том числе и пациентов, которые планируются на хирургическое вмешательство, можно и использовать их у пациентов, которые находятся в длительном состоянии без возможности передвижения, то есть даже терапевтические больные, опять же, с противоэмболической целью, профилактикой тромбоэмболических осложнений. Рекомендации по классам компрессии, как мы видим, если с вами решаем вопрос о том, что мы назначаем с вами профилактический трикотаж и лечебный профилактический трикотаж первого класса, как я уже говорил, то есть, посмотрите, есть факторы риска развития хронических заболеваний вен, нет жалоб и внешних проявлений венозной патологии, то можем спокойно профилактику назначить. Появляются факторы риска, есть жалобы, есть внешние проявления венозной патологии, назначаем уже более усиленные, первый класс компрессии, повышаем вот это давление в области лодыжки, переходя уже на несколько лечебную ступеньку. Но опять же, это лечебная ступенька с возможностью назначения врачом любой специализации. Ну, а второй-четвертый класс компрессии, мы считаем, что данные виды компрессионных изделий будут назначать и правильно будут назначать по рецептам хирурги, сосудистой хирурги и флебологи, потому что это уже большая ответственность за воздействие на, скажем так, нижние конечности, это увеличение давления, начиная со второго класса. Второй класс – варикозная болезнь, и здесь уже подсоединяются хирурги. Первый класс – лечебно-перфилактический терапевтаж, как вы видите, он связан больше с рисками и небольшими проявлениями, внешними проявлениями венозной патологии. Опять же, врачи-терапевты могут в этом ключе и подключиться. Какие сроки рекомендации компрессии мы можем применять у наших пациентов? Ну, компрессия – это метод лечения для долговременного использования, поэтому здесь не говорится там одна неделя, месяц. Это может даже растянуться на годы, да. То есть в течение определенного времени, да, мы говорим о лечении, например, пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, ну, несколько месяцев, как правило, после операции пациенты используют данные компрессионные изделия. При тромбофлебитах, тромбозах, там же опять мы можем на несколько месяцев запланировать подобное лечение. Во время определенных ситуаций, ну, связанных, наверное, с беременностью, тромбоволические осложнения во время операции родов. Опять же, речь идет о данных временных периодах, но все равно это достаточно длительные временные периоды. Но несмотря на то, что есть определенное время, да, которое ограничено теми иными условиями, у нас есть и вариации применения, рекомендации пожизненного использования компрессионной терапии. А это мы рекомендуем при той хронической, тех ситуаций, хронических заболеваний вен, которые ведут к хронической венозной недостаточности. Тяжелая лимфовенозная недостаточность, то есть тяжелые отеки, которые мы с вами хирургически никак не скомпенсируем и консервативно практически не вылечим. Лимфодема требует пожизненного применения. Врожденные венозные заболевания, я там на первом слайде показывал тяжелых пациентов, и пациентов с посттромботической болезнью, то есть декомпенсацией глубоких вен, где мы, опять же, не можем рассчитывать на эффект в течение нескольких месяцев. Здесь лечение затягивается на годы и на всю жизнь. Ну и некоторые клинические примеры, которые на практике показывают, как мы можем использовать возможности компрессии у пациентов тех или иных групп. Остап Бендер, путешественник такой. Клинические жалобы, как мы видим, по функциональной ферриопатии. Внешних проявлений вроде бы нет, но из-за того, что человек постоянно перемещается, двигается функциональное проявление, вот буковка S в диагнозе. C1, то есть небольшие какие-то расширенные венки, телегектаза S, это симптомы, констатация клинической картины веноспецифических симптомов. То есть к концу рабочего дня появление чувства жалоб, которые в первую очередь связаны с болями, чувством тяжести, избыточной утомляемости, ночные судороги могут сюда входить, чувство дискомфорта, ощущение отечности, то есть это постозность, которые проходят, уменьшаются после ночного отдыха. Вот они веноспецифические симптомы. Ну и как мы с вами договорились, в этой ситуации при классе C1 начальное проявление венозной патологии можем использовать класс 1, и вы этот класс 1 можете спокойно назначить. Гольфы, ну, мужчинам, конечно, предпочтительно. Чулки они вряд ли будут носить, считая, что это не подобает и применение подобного компрессионного изделия. Время использования. Дневная активность. Ночью человек может отдыхать от компрессии. Длительность неопределенно долгая. То есть пациент, ну, на свой, скажем так, манер может оценивать ситуацию. Жаркие какие-то страны, где компрессия становится неудобной, иногда можно снять, да, а в прохладное время года можно использовать. Ну, в этой ситуации, с учетом наличия веноспецифических жалоб, можно иногда подключать венотоники. Но компрессия должна быть основным методом лечения в этой ситуации. Вот они, теленгектазии, мелкие ретикулярные вены, и, соответственно, жалобы, опять же, только на эстетику, да, и класс 1 чулки предпочтительнее в этой ситуации, потому что, видите, эти венки чуть выше уже коленного сустава. Можно использовать колготы, но чулки, наверное, более приемлемы. Опять же, время использования. Дневная активность, опять же, неопределенно и долгая. Длительность назначения флеботоники. Опять же, если у нас нет симптомов, если нет чувства тиражасти, боли, дискомфорта, пока симптомов нет, буковки С в диагнозе нет, нет особой необходимости. А с каэротерапией в этой ситуации возможно, ну, для устранения эстетических проблем, хотя иногда и данные вены вызывают какие-то болевые ощущения. А вот уже варикузное решение вен, расширение притоков, да, и здесь, вот как раз в этой ситуации уже подключается второй класс компрессии. В принципе, вы можете отправить хирургу, и хирург полностью сделает назначение, но иногда даже и врачи общей практики назначают второй класс компрессии в виде картину варикозной болезни. Опять же, гольфы предпочтительны, чулки, возможно, дневная активность, неопределенное долгое время назначения. Флеботоники, возможно. Ну, и беременность. Вот это то состояние, когда варикозные вены могут появиться во время беременности, а дальше, спустя 3-4 месяца после разрешения беременности, они также быстро, как появились, могут исчезнуть. И, соответственно, вот на период ведения пациентки мы должны назначить компрессионный трикотаж, и это акушерогинекологи используют второй класс компрессии, да, потому что здесь есть варикозно-расширенные вены, ну, можно использовать специальные колготы для беременных, да, чулки во время родов. Дальше, как раз после родов компрессия, она должна быть продолжена, и хирург уже должен осмотреть пациента, какие изменения произошли в венозной системе. Ну, фармакотерапия в третьем триместре, она возможна, но, в принципе, не всегда надо к этому стремиться. Склеротерапию, конечно, в период беременности делать никто не будет. Но компрессия, как вы видите, единственный метод ведения пациентов из консервативных мероприятий вот в данной клинической ситуации. Ну, и отечный синдром. Если мы видим пожилых пациентов, да, с наличием отечного синдрома, конечно, мы должны провести дифференциальный диагноз, должны учитывать с вами учет сопутствующей патологии, но если мы видим заинтересованность вен в этой ситуации, то, как минимум, второй класс компрессии назначаем, гольфы предпочтительно, чулки, да, возможно, но гольфа вполне достаточно. Опять же, дневная активность, неопределенная долгая длительность назначения, флеботоники, возможно, в этой ситуации, да, у таких пациентов для улучшения воздействия на отечный синдром. Ну, и на этом, наверное, вот на трофические расстройства переходить мы уже не будем, потому что компрессия – это все-таки при такой патологии удел хирургов. Естественно, мы должны сказать, что не все так легко и просто, и даже в компрессионной терапии, мы должны с вами знать и противопоказания, что сердечно-легочная недостаточность, декомпенсация, ну, в какой-то степени противопоказания. В такой ситуации здесь надо акценты делать на кардиотерапию, на назначение кардиолога. Недуальная неприносимость материалов – это, как всегда, корное заболевание, проявление экземы, да, могут быть тоже основанием для того, чтобы мы отстранились от компрессии. Поражение артерии нижней конечности, надо быть аккуратно, и неварикозные язвы, то есть язвы другой, этиология, опять же, сахарный диабет, различные поражения кожи, да, воскулиты, опять же, компрессия в этой ситуации не даст нам никакого положительного эффекта. Но в целом, если мы говорим о том, как мы должны выбирать с вами компрессионные изделия, мы должны ориентироваться с вами на медицинскую эффективность, то есть медицинские компрессионные изделия, они должны быть вот с грудиированным давлением, да, и компрессионную стабильность они должны создавать нам в течение всего дня, то есть удовлетворять определенным требованиям, которые регулируются национальными стандартами. Любое компрессионное изделие, Любой производитель компрессионного трикотажа, он проходит эти тесты, имеет сертификаты Росздрава и, соответственно, на территории Российской Федерации мы должны быть уверены, что их применение не запрещено и, соответственно, мы можем получить положительный медицинский эффект от этого. Естественно, эти изделия должны быть комфортными, легко надеваться, сниматься, приятно носиться. Там, где достаточно большой поток пациентов, мы должны иметь возможность выбора ширины ассортимента для того, чтобы правильно подобрать пациенту по его размерной гамме. Ну и компрессионные изделия, они, естественно, должны быть эстетичными, да, то, что пациенты получали эстетическое удовольствие от них, да, надежными, износоустойчивыми в течение всего эксплуатационного периода. Как правило, эксплуатационный период у них, ну, должен укладываться при компрессионных изделиях в пределах шести месяцев. Для противомболического трикотажа этот период уменьшается на время госпитализации один-два месяца. Ну и, соответственно, эффективность, комфорт и внешний вид обеспечивает уже комплоентность пациента, да, соответственно, пациент делает выбор в сторону компрессионного трикотажа, потому что бинты, бандажи, они постепенно уходят в сторону, хотя в ряде ситуаций мы от них не можем отказаться. Ну, вот в этой ситуации на рынке Российской Федерации можем предложить, скажем так, использование компрессионного трикотажа компании «Тонус и Ласт», прибалтийская компания экспортирует трикотаж по всему миру. Выбор пациентов на последних мероприятиях, площадках специализированных показывает, что очень хорошие качества и отзывы как врачей, так и пациентов по данному компрессионному трикотажу, потому что лечение-префилактика обеспечивает минимизацию всех симптомов хронических заболеваний вен, которые, еще раз перечеркиваю, боль, усталость, отек, простезия, ночные судороги, кожный зуд, чувство тяжести в икроножных мышцах при использовании по показаниям данного компрессионного трикотажа. Вот это вот клиническая эффективность, которая проявляется при его назначении. Ну и удобная покупка на маркетплейсах, она, в принципе, здесь может быть выполнена с учетом того, что широкая распространенность подобных изделий для нашей клинической практики. Ну и вот возвращаемся к моему первому и единственному вопросу, да, будут ли в таком случае терапевты лечить хронические заболевания вен. И, наверное, наверное, вот я вижу, что многие-многие выбрали ответы Г, да, принимают ответ Г, 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 Г. Ну и я, наверное, соглашусь с этим. Я надеюсь, что некоторые варианты хронические заболевания вен терапевты все-таки смогут и будут вести самостоятельно, а хирурги у них будут на подстраховке с учетом вот той проблематики, которую мы с вами рассмотрели. И, соответственно, наверное, вы с этим согласитесь. Потому что вот самое главное, что наше взаимодействие, оно направлено, опять же, на пользу самого пациента. Потому что лечение хронических заболеваний вен – это наша общая с вами задача, да, потому что мы понимаем, что компрессия – это важнейшая составляющая консервативного лечения различных форм хронических заболеваний вен. Никакой образом не фармакотерапия, а именно такой физический метод воздействия, как наружная компрессия. То есть в патогенезе хронический заболеваний вен, венозная гипертензия, венозная полнокровие, оно являет главенствующим механизмом, и только компрессией мы можем воздействовать на него наиболее эффективно. Доказательная база компрессии, которую я не представлял в этом докладе, она весьма-весьма доказательная, и мы ориентируемся всегда на нее. А польза компрессии должна реализовываться врачами различных специальностей. И врач любой специальности должен понимать, где он может достигнуть пользы на этом направлении. Ну и самое главное, вот такая фраза, которая всегда в нашем сообществе, в сообществе хирургов, в сообществе сердечно-сосудистых хирургов, лимбологов, говорится, великое искусство в мире компрессии – это умение всегда назначить то, что пациент будет носить обязательно. То есть если вы даже назначили пациенту вместо первого класса компрессии префлактический трикотаж, то и то будет маленькая победа с вашей стороны, потому что уже наличие вот этой градуированности, оно позволит в какой-то степени минимизировать субъективные венозные веноспецифические жалобы. Даже уменьшение компрессии – это всегда как бы небольшое зло, даже если пациент будет все-таки носить данную компрессию. Соответственно, уменьшение, например, с чулка до гольфа – это вообще не проблематично, потому что гольфы, воздействуя на мышечный венозный насос, голени, обеспечивают максимальное воздействие с учетом того, что на бедре это давление, как я говорил, составляет всего 40% от того давления, которое происходит в дистальных отделах голени. То есть не бояться вот этого метода лечения, и тогда мы можем сказать, что, задавая себе вопрос, кто же отвечает за такого пациента с хроническими заболеваниями вен, я думаю, что вот при таком варианте взаимодействия шансов на победу с хроническими заболеваниями вен, ну, как наиболее значимым хирургическим заболеваниям, которые сродни респираторным заболеваниям в терапевтическом сообществе, эти шансы значительно повышаются, если мы будем с вами работать на благо нашего пациента совместно. Большое спасибо за внимание. Институт Вишневского по-прежнему работает, он строится, развивается, и всегда готов вам помочь по любым направлениям, тем более у нас кардиологические сейчас направления очень сильно и сильно развиваются с приходом новых людей и новых методик. Спасибо, Павел Андреевич. Спасибо, спасибо, Сергей Викторович. Давайте я тут вопрос позачитываю. Ну, во-первых, конечно, все в основном Г. Г, да, ну, согласились, наверное, с одной. Врач помощи Адаму. Может ли конкретно, не конкретно по теме, хотя на самом деле по теме, вижу пациента с лимфодемой, это брошенный пациент, занимается которым некому. Мобильность их ограничена, снижается, куда им обращаться, есть ли в Москве специфические специализированные отделения, клиники. Вот, конкретный вопрос сама не нашла. Ответ. Ну, действительно, это наисложнейшая проблема в сосудистой хирургии, потому что здесь еще меньше возможностей для хирургии, а как я уже подсказал, где меньше возможностей для хирургии, там и меньше возможностей для госпитализации в хирургическом отделении, будь они даже сосудистые. Специализированные отделения, которые могут оказать помощь этим пациентам, все-таки существуют. Это отделение венозной патологии и микрохирургии на базе НМИЦ имени Бакулева Александра Николаевича, там, где работает доктор Александр Александрович Малинин. Консультативную помощь можем оказать мы, но мы должны вместе с вами понимать, что лечение подобных пациентов, опять же, занимает много-много месяцев и даже всю жизнь. И необходимо просто дать толчок определенный для того, чтобы научить пациента подобным методикам компрессии и ухода за собой. То есть такое направление self-management, то есть пациент сам, получается, должен заниматься вот этой проблемой в дальнейшем, потому что инициацию должны дать ему врачи, а в дальнейшем все равно ему придется бороться с этим заболеванием на протяжении длительного времени. Это одно учреждение. Затем мы можем назвать еще НИЦ-крутологии, где есть возможности для оказания помощи подобных пациентам. Опять же, это возможности обеспечения бандажа, бандажирования конечностей и возможности ухода за конечностями. Это не на Арбате, которые? Да, да, да. Потому что какие-то койки есть, я думаю, там уже ничего нет. Нет, есть. У них новый корпус, да, и, соответственно, там на Арбате есть. Они занимаются этой проблемой. Интересно, не знал. Да. Ну и дальше еще ряд, конечно, клиник специализированных, но они являются больше хозодоговорными. Какое-то, опять же, инициацию в лечении могут дать, но на длительное время, конечно, рассчитывать на, например, госпитализацию к ним маловероятно, вот с учетом затратности этого направления. В регионах стали появляться подобные клиники, например, в Казани. Есть в Казани, да. Поэтому при желании, ну, найти какой-то вариант всегда можно, но еще раз говорю, self-management, то есть лечение подобных пациентов с инициацией. Я должен сказать, меня тут на передачу пригласили. Есть какая-то НТВшная передача страшная, где показывают брошенных лимфостатических, скажем так, больных. Это, конечно, полный караул, какой там self. Там просто вообще медицина не ночевала. Ну, там, да. Хотя, в принципе, если я правильно понимаю, то трикотажем как раз это все отжимается. Бандажирование, бандажирование. Бандажирование, трикотажирование. Я сейчас в общих, так сказать, в общих чертах компрессии, различные варианты компрессионного лечения. Вот, ну, никто ими не занимается, потому что они просто брошены, просто фантастические. Ну, вот с нашей стороны ряд писем от нашего главного хирурга, Мирошата Червишили, мы подготовили в Мездрав, для того, чтобы к нам постоянно обращаются такие пациенты с жалобами, условно, чтобы как-то на уровне Мездрава решить эту проблему, чтобы дать возможности таким вот тяжелейшим больным получать помощь на как-то более серьезном уровне. Ну, у нас с вами опыт-то есть. Мы же можем еще вспомнить про артериальную недостаточность, да, когда в Москве отрезали 80% ног с поражением артерии. Мы же, в общем, проделали колоссальную работу с Минздравом тогда. Наверняка помните всю историю, да, когда закупали препараты и, в общем, как-то эту тему подняли, и она пошла, так же, как и тромбоэмболия. Поэтому я думаю, что мы сейчас не просто так начинаем этот разговор, мы его будем продолжать, это я гарантирую обязательно. Так, бороться с лимфостазом после простатоктомии или этим занимаются только специалисты? Ну, в любой ситуации, да, хирурги, которые идут на подобное вмешательство в малом тазу по поводу онкопроцессов, они должны быть знакомы с данной проблемой, как вторичная лимфодема, связанная с раком. Есть такое понятие. И, соответственно, для профилактики подобных осложнений со стороны лимфатической системы, опять же, должны использоваться компрессионные терапии сразу в послеоперационном периоде. Ну, в предоперационном, послеоперационном периоде используются для профилактики вносно-тромболических осложнений, а затем на протяжении длительного периода различные вариации компрессии, в том числе пневмомассаж, бандажирование конечности, трикотаж должны быть использованы для профилактики лимфовенозной недостаточности послеоперационной, которая чаще всего выходит во вторичную лимфодему. Основное в лечении подобных пациентов – это компрессия. В ряде тяжелых случаев, когда планируется массивное вмешательство, можно рассмотреть вопрос и созданием лимфовенозных анастомозов прямо во время основного этапа вмешательства, там, где мы на 100% видим, что эта лимфатическая недостаточность будет достаточно выраженной. Но это проблема крайне сложная, не всегда берутся за нее хирурги, но вот такие варианты. И когда люди используются компрессионный трикотаж после хирургического вмешательства по поводу варикозной болезни? Ну, конечно, обязательно. Это основной вид ведения пациентов после хирургического вмешательства по поводу варикозной болезни. И лечение, и профилактика варикозной болезни, и компрессия, и послеоперационное ведение, оно также включает в себя компрессионный трикотаж. Несмотря на то, что вмешательства становятся менее-менее инвазивными, все равно мы от компрессии не ушли и вряд ли уйдем. Она была, есть, будет и остается. Сколько времени нужно носить компрессионный трикотаж? Пусть купер нес у тромбофлебита притока большой подкожной вены, если воспаление стихло, а тромб не полностью рассосется по данному УЗИ. Ну вот антикогулянтная терапия при тромбофлебитах подкожных вен назначается до 45 дней. Но я думаю, что как минимум компрессионная терапия должна назначаться не меньше, чем 45 дней, а лучше это пролонгировать и до 3 месяцев, до полугода. Потому что даже при тромбозах глубоких вен, когда мы отменяем уже антикогулянтную терапию, мы все равно рекомендуем и оставляем до года, до двух компрессию. Есть исследования, которые показывают, что комплоентные пациенты, которые носили компрессию дольше, чем обычно, получали меньшие проблемы в дальнейшем, через 5-10 лет, условно связанные с клиникой посттромботической болезни. То есть компрессия – это всегда задело на будущее, для того, чтобы у нас не было в дальнейшем проблем по клинической ситуации. Поэтому неопределенно долгая вот эта фраза мне всегда нравится. Реально ли обучить пациента правильно накладывать компрессионный бинт, если гольф ему не по карману? Реально. Реально. Надо, правда, самому освоить эту методику. Ну, и, соответственно, ну, если пациент не с избыточной вот такой вот массой тела, которая не позволяет ему наклоняться и достать до голени, ну, тогда вполне активные пациенты накладывают бинты, ну, полупрофессионально, я бы сказал. Видел таких пациентов, которые могут и сестре дать определенный задор и, соответственно, наложить компрессионный бандаж вполне качественно. Ну, я так понимаю, все-таки как-то начали уходить немножко. От бинтов, да, конечно. Но, еще раз говорю, если конечность асимметричная, асимметричная, да, если конечность с таким массивным индуративным отеком, то иногда компрессионный бандаж трудно использовать в этой ситуации, трудно подобрать его, и комплонентность снижается. И в этой ситуации, вот, в случае острого отека, когда нам надо снизить быстро достаточно отек и перейти на компрессионный трикотаж, вот там бандажирование, оно позволяет выиграть время, произвести это значительно быстрее. Бандаж, он создает большую жесткость изделия. Большая жесткость изделия быстрее справляется с острым отеком. Понятно. Теперь вот у меня такой вопрос. Почему противопоказание сердечной недостаточности? Насколько это вот такое абсолютное? Это не абсолютное показание, да. Не абсолютное показание, да. Ну, здесь необходимо все-таки оценить вместе с кардиологами, с терапевтами, потому что если мы сразу возьмемся нивелировать весь этот отек за счет только компрессии, ну, чтобы не получить каких-либо проблем в этой ситуации. Перегрузки? Перегрузки, да. Ну, просто аккуратно это все сделать. Ну, аккуратно, да. Ну, вот, доступность бинтов тоже снизилась, уходит Хартман, так, что только трикотаж и остается. Да нет, ну, это не так. Все-таки есть и другие компании. Хартман не был монополистом на этом рынке, насколько я помню, да? Да, да, и отечественные производители, в принципе. Да, сейчас довольно много. Вообще, это на глазах тема выросла, да, вот ее не было. Я просто помню, когда мы писали вот первые рекомендации по тромбоэмболии, мы почти про трикотаж ничего не писали, потому что его действительно реально не было, и как-то он не был, так сказать, на первом месте. Мы писали, я, по-моему, пневмокомпрессию там какую-то перемежающуюся, а про трикотаж там почти через запятую. А сейчас стало понятно, что это, получается, как бы основой всей профилактики терапии. Ну, и вот новая редакция рекомендации Минздрава по лечению профилактики венозных тромбоэмболических осложнений, которые сейчас уже созданы, она на обсуждении Минздраве находится, там определенные позиции по компрессионной терапии будут уже обновлены, в отличие от тех рекомендаций, которые мы писали вместе с вами, с Академиком Покровским, в 2015 году, которые вот еще на сегодняшний день являются действующими. Последними, да. Последними, да. Ждем, пока они вот-вот завершат свое действие. Вот, еще вопрос такой. Бывают же боли при ношении компрессионного белья и там пинтов? Или это неправильное что-то наложенное? Я думаю, что это все-таки неправильно подобранный компрессионный трикотаж или сформированный бандаж. Все-таки, если мы следуем вот этому правилу грандуированности компрессии, а и бандаж из бинтов должен накладываться по этому принципу, то есть максимальным давлением у лодыжки, уменьшением давления при максимальном направлении, да, и, соответственно, грандуированные компрессионные изделия, они этому принципу подвержены при изготовлении, они не должны вызывать каких-либо дискомфортных ощущений. Еще у меня один вопрос, у меня там уже подгоняют часами, я вижу. Значит, вот аллергия, сухость кожи, трофические нарушения, а крыма какие-то используются для уменьшения этого? Да, в этой ситуации можно использовать и увлажняющие кремы, стандартные из косметологии, для решения вот таких чисто дерматологических проблем, связанных с сухостью кожи. Насколько я понимаю, врачи об этом тоже не знают. Да, да, ну здесь с дерматологами можно следующее мероприятие. Мы сами просто полно крема сейчас. Вот, ну хорошо, я поскольку подгоняю, заключу, что, во-первых, это мы первый раз с вами встречаемся, я думаю, что не последний, потому что тема эта будет и дальше нам важна. Второе, что мы сейчас с вами обсуждаем новую тему под названием экзоскелет. Причем вот чисто конкретно, да, то есть у нас появляется некая внешняя дополнительная нахлобучка на нашу с вами кожу, которая сдерживает проблемы, связанные с венозной недостаточностью. И это надо к этому, надо отнестись с пониманием очень серьезно. И, ну, действительно, это такая тема важнейшая. Она не требует никаких супер каких-то сложных диагностических процедур. Действительно, там небольшой степени компрессии могут люди покупать сами, назначать сами себе или там врачи. Вот, и это тоже, мне кажется, важно. Хорошо, я думаю, что мы поблагодарим Сергея Викторовича, да, потому что у нас следующий докладчик. Продолжение следует...